У Бориса Николаевича юбилей ветерану исполнилось 95. Всю свою жизнь он посвятил защите Родины. И уверен, секрет долголетия – постоянный труд. Даже после выхода на пенсию. Я считаю так. Если вышел на пенсию, значит, надо продолжать режим той работы, которая у тебя на службе была, в какой-то степени придерживаться. И работать. Поступить, работать. Не лежать просто. Нужно материально, но нужно работать. В начале Великой Отечественной Борису Николаевичу было 13. Подростком он работал в колхозе наравне со взрослыми. Было тяжело, вспоминает ветеран. В 17 лет его призвали на фронт. Но война закончилась, и началась срочная служба. Шесть лет Борис Николаевич служил Отечеству. Довелось принять участие и в войне с Японией. Действительно человек-легенда. Человек, с которым нам стоит, всем нам стоит брать пример. Которому наша Родина очень многим обязана. Обязаны и мы с вами, наши дети, наши внуки. В мирное время тоже служба, но уже в органах внутренних дел. Затем Борис Николаевич преподавал в школе МВД в Вильнюсе. На пенсию шел звание полковника. В Центре культуры и искусства на Соборное торжественно отпраздновали юбилей ветерана. В адрес Бориса Николаевича зачитали поздравительное письмо от президента страны. Мы искренне благодарны вам за ратный подвиг и трудовые свершения. За глубокое чувство сопричастия к судьбе Отечества. Желаю вам здоровья и всего самого доброго. Владимир Владимирович Путин. На чаепитие собрались близкие друзья. Свои поздравления ветерану передал сенатор от Владимирской области Андрей Шохин. Своей ответственностью, трудолюбием, неравнодушием и душевной щедростью вы заслужили уважение и любовь к жителям города Владимира. Ваша мудрость, авторитет, творческий дар, высокая гражданственность и знание жизни очень нужны нам и сегодня. Спасибо вам, дорогой Борис Николаевич. Временный исполнячь обязанности главы города Александр Максимов отметил неоценимый вклад Бориса Николаевича в патриотическое воспитание молодежи. Благодарю вас за неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения жителей города Владимира, за вашу социальную активность, за верность идеалам, на которых были воспитаны несколько поколений граждан нашей страны. Искренние слова благодарности и свои поздравления произнесли сотрудники ОМВД Владимирской области. Своим служебным и жизненным путем вы внесли свое имя, славную летопись органов внутренних дел нашей системы. Здоровья вам, счастья, благополучия. Храни вас Бог, семья, друзья и Владимирская полиция. И решите вам вручить медаль МВД России 300 лет российской полиции. Несмотря на почтенный возраст, Борис Николаевич и сегодня ведет активный образ жизни и работает в городском совете ветеранов. Особое внимание уделяет работе с молодежью. Лично провел более 200 уроков мужества. На своих лекциях рассказывает школьникам и студентам о войне и любви к родине. Один из главных слушателей Бориса Николаевича – его внучка Ульяна. Она очень любит проводить время с дедом. Я своего дедушку очень люблю. Он у меня добрый и очень трудолюбивый. И он всегда играет со мной. И он меня очень любит. Я желаю своему дедушке, чтобы у него было все хорошо. И он всегда был веселый и дожил до 100 лет и больше. А ветеран остался доволен. Впереди у него много планов. И в личной жизни, и в общественной. Торжество завершилось праздничным концертом. Александр Инин, Мария Гончарова, Дмитрий Шаталов, Андрей Беляков.